Слава Украине! Привет всем от Полонского! Добрый вечер! Ребята, я вам сейчас расскажу за Бахмут, но буду рассказывать только то, что пишут расисты. Не буду, намеренно не буду говорить то, что как бы... Ну, я знаю то, что происходит, но в принципе еще раз говорю, что все, что сейчас я скажу, это взято из расистских пабликов. То есть, ну, они дают более-менее точную ситуацию, и надо сказать, что в этом случае или не лгут, или практически не лгут. Более того, разгоняют панику у себя. Так что вот так, ждите. Я вам когда-то говорил, что Бахмут им не взять, и они там... Они в Бахмуте утонут. Они там и утонули. Вот я имею ввиду в своих потерях. То есть, смотрите, их наступление в Бахмуте, оно выдыхается. Они продолжают жать только вагнерами. В Бахмуте только вагнера. Больше никого нет. На флангах, справа-слева, вооруженные силы Российской Федерации. И вот интересно, что в Бахмуте вагнера продолжают жать, но уже без прежнего энтузиазма, просто потому, что у них повыбили личный состав. Я еще раз говорю, это то, что говорят сами расисты. У них повыбили личный состав. И оставшимися они жмут, ну, как могут. Да, артиллерия им помогает. Да, это факт. Артиллерия у них работает. Но в Бахмуте у них продвижения практически нет. Они завязли в многоэтажках, и как-то пройти дальше у них не получается. В то же самое время, в то же самое время, на флангах, рядом с Бахмутом, наши им очень сильно насыпали. И это они сами признают. Они признают потери километров территории. Более того, они понимают, что если наши будут продолжать вот этот же нажим на слабо подготовленные бригады российской армии, состоящие в основном из чмобиков. Ну, что такое чмобики, мы прекрасно знаем. Да, это алкоголики, которых забрили в армию, которые думали, что они там будут, приедут домой с белыми, большими, красивыми унитазами и с ворованными женскими трусами и сапогами. Но что-то пошло не так. Их отправили по Донецк, и под Донецком их кондропупят. Да, так вот, вот эти самые чмобики, они не мотивированы. Они толком не умеют воевать. Они, может, и хотели бы что-то как-то, но у них получается, как получается, да. И военкоры расистские обьют тревогу, что им не удается наших остановить. В какой степени не удается, мне тяжело сейчас сказать. Но, даже расисты признают, что отбитая нами территория на флангах измеряется в квадратных километрах. И еще они одну вещь признают, вот то, что я всегда говорил. Посмотрите, они об этом говорят открытым текстом. Они говорят, мы брали какое-то село, там у Рюповка, грубо говоря, да, какую-то. Мы два месяца ее брали, мы там положили полторы тысячи двухсотых, мы положили там четыре тысячи трехсотых, а как мы ее за два часа отбили, не положили никого. Упс! Вот что они пишут. Плюс-минус, это, конечно, насчет отсутствия наших потерь, это ложь. Наши потери есть. Просто они несравнимы с тупыми мясными атаками расистов, и поэтому потерь наших на порядок меньше, но они есть, конечно же. И люди гибнут, и техника говорит, но не в таких объемах, как хотелось бы расистам. Да, так вот, ребята, самое главное из этого всего, квинтэссенция. Атака расистов в Бахмуте захлебнулась практически. Фланги у них, скажем так, мягко, в подвешенном состоянии. И сами расисты о ситуации в Бахмуте рассказывают, мягко говоря, без энтузиазма. Более того, налево-направо сыпятся проклятия на тех, кто оставил, по их словам, пехоту с одними автоматами без ПТРК. А ПТРК у них, может, уже особо-то и нет. Каких снарядов? На что они постоянно жалуются? Может, это то, что есть? Мы же не знаем. Без ПТРК, без артиллерии, без ничего, и они, мол, их всех перебили там. Вот как они, вот что они говорят. Ну, а мы спокойненько, ждем завтрашнего дня, Генштаб доложит, и, как говорится, будем знать больше. Так что, идем спать уже с оптимизмом. Все будет Украина.